В Берешит записано так Все что Сара тебе скажет, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке налечется тебе рот А в Мишне сказано так Пусть твой дом будет открыт настиж, и будут бедняки твоими домашними, и не умножай разговоры с женщиной Имеется ввиду с женой, дальше понимается Вот вопрос такой, с одной стороны слушай жену свою, с другой стороны ну не множь разговоры с женой, как это совместить? Человек состоит из различного уровня желаний В основном они делятся на два уровня Один уровень желаний это желание получать, то есть привлекать к себе все для своего наполнения, эгоистического наполнения Так и называется желание получать И есть противоположное этому желание отдавать, то есть с помощью которых я отдаю, связываюсь с другими людьми, жертвую и так далее Эти два желания, они соответственно называются желание получать женское желание и желание отдавать мужское желание Естественно и среди мужских и женских желаний есть желания эгоистические, когда я даже отдаю с намерением взять чего-то обратно и выиграть при этом И есть такие, когда я безвозмездно отдаю Среди женских желаний есть желание получать самое необходимое для существования и не более того И тогда оно как бы помогает мужскому желанию в отдаче Или брать себе без разбора и как можно больше В общем, на самом деле эта система намного более сложная Ну вот, для нашего первого знакомства этого достаточно Так вот, когда говорится о «слушай жену свою», слушай, что тебе скажет цара Да Не просто жену, слушай, что тебе скажет цара Цара является уровнем или тем желанием, которое работает на отдачу То есть Которое помогает мужу в том, чтобы он отдавал То есть царе нашей достаточно необходимого, да? Да Достаточно необходимого для себя и все остальное как бы для гостей Авраам, он известен был тем, что у него был всегда открытый шатер И он принимал всех людей, которые проходят мимо И рассказывал им о единственности Творца И предлагал им вступить в его организацию, которую он называл прямо к Творцу Исра Эль Вот, то есть прямо к единству между собой Исара помогала ему Да, организация, которая основана на абсолютной связи друг друга, людей в одно единое целое А Сара ему в этом помогала Но и одновременно написано в разных местах, что не умножай разговор с женщиной Это, причем там дописано еще, даже со своей женой, тем более с чужой женщиной То есть говорится просто о женском желании получать Значит, как можно меньше ты с ним контактируй Ты бери от него только то, что поможет тебе в желании отдавать Вот это имеется в виду То, что сказано, противоречия здесь Как бы нет здесь противоречия Да, здесь нет никого противоречия Это просто градации наших желаний Они существуют в каждом человеке, кстати говоря И в мужчине, и в женщине И женские желания эти, и мужские желания Два желания мужских и два желания женских Всего четыре, они существуют в каждом из нас Правильное соединение между собой Дает нам четырехбуквенное имя Творца Но об этом в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok